Добрый день, уважаемые коллеги! И представитель компании ТНС Украина Александр Палч-Козырев, который представит нам результаты этого социологического исследования. Пожалуйста, Елена Борисовна, вам слово. У нас есть еще один участник, но, к сожалению, он в пробке присоединится уже к нам в ходе проведения презентации. Сейчас добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. Я хочу сказать, что одним из направлений деятельности общественной организации «Восстановление Донбасса» является работа с переселенцами, оказание им информационных, консультативных, юридических, психологических и другого вида услуг, как в онлайн, так и в оффлайн-режиме. Я думаю, что многие из вас были знакомы с тем, что мы в конце июля открыли Центр консультативной помощи, и уже непосредственно людям мы предоставляем эти виды услуг. И несмотря на то, что уже более года длится военный конфликт на юго-востоке Украины, проблем у внутренне перемещенных лиц не меньше, их остается достаточно много. И мы, анализируя их, делаем определенные выводы и меняем сервисы, меняем формат своей работы. К сожалению, я констатирую то, что на сегодняшний день такой стройной государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц как не было, так и нет, мы это констатировали на заседании круглого стола в мае текущего года, не изменилось ничего и на сегодняшний день. По-прежнему не приняты подзаконные акты к тем законам, которые регламентируют права внутренне перемещенных лиц, нет ни единой государственной программы, агентство, государственное агентство по восстановлению Донбасса, имеющее вместе с нами одноименное название, не заработало в полной мере, нарушаются права внутренне перемещенных лиц, это право на перемещение, избирательное право, о котором сейчас много говорят и депутатские корпусы, и представители УВПЛ, конечно же нарушаются права и на образование, медицину, не регистрируются дети, рожденные на неподконтрольной территории, несмотря на то, что они являются жителями Украины, в общем проблем достаточно много. Констатируя факты, именно не выполнение обязательств государства перед внутренне перемещенных лицами, мы решили пойти с другой стороны, посмотреть, а как на региональном и местном уровне защищены права переселенцев, насколько инкомфортно живется в тех или иных уголках и регионах Украины, как реагируют на них коренные жители. Мы, в общем-то, констатировали тот факт, что с момента военного конфликта в Украине не было проведено ни одного социологического исследования, которое касается внутренне перемещенных лиц. Я хочу сделать акцент, что это первое официальное социологическое исследование в отношении внутренне перемещенных лиц, которые мы совместно с компанией ТНС выполнили. Мы назвали это социологическое исследование индекс комфортности. Почему такое название, индекс комфортности? Прежде всего, это расчетный показатель, индекс и комфортность. Английское слово «комфортность», то есть благоустроенное уютное жилье, общественное учреждение, средства сообщения и душевный комфорт. То есть состояние спокойствия внутреннего и отсутствия разлада с собой и окружающими. Вот как это удается соединить и как это удается реализовать, вы услышите в ходе сегодняшней презентации. Я хочу поблагодарить также компанию ТНС Тейлор Нельсон Софрес. Это региональное представительство Украины, мирового лидера в сфере маркетинговых и социологических исследований. Наше исследование проходило в 8 регионах. Это 7 регионов Украины. 5 регионов – это места наиболее массового скопления переселенцев. Донецкая, Луганская области, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и город Киев. К этому мы добавили еще Николаевскую область и Львовскую область, ну, Запад и Юг. Какую цель мы ставили, проводя это исследование? Прежде всего, проанализировать и систематизировать тот спектр проблем, с которыми сталкиваются переселенцы в разных уголках Украины. Дать предложение на основании этого и органам государственной власти, местной власти, общественным и волонтерским организациям, что необходимо сделать, какие сервисы необходимо внедрять для того, чтобы жизнь переселенцев в громадах была комфортной, и чтобы люди быстрее адаптировались к этим условиям проживания. И, конечно же, узнать отношение громад к внутренне перемещенным лицам, как относятся жители, насколько изменилось это отношение за прошедший год. Ну, я приступлю сейчас к презентации. Ну, хочу сказать, что самые вот такие сложные, самые серьезные проблемы – это жилье, трудоустройство и материальное обеспечение. Конечно же, переселенцы страдают и от дефицита информации. Треть респондентов не получает необходимой полной информации о том, какие сервисы им могут быть предоставлены в регионах Украины. Трудоустройство – это самая серьезная проблема сегодня, которая есть у переселенцев. Каждый второй респондент отмечает ухудшение состояния здоровья. Каждый четвертый взрослый и каждый шестой ребенок нуждаются в психологической помощи. Ну, а сейчас мы приступаем к нашей презентации. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что мы… Пик переезда вообще жителей Донецкой и Луганской области пришелся на июнь и август прошлого года. Ну, вы знаете, что самые активные боевые действия были именно тогда. И 42% опрошенных выехали из этих регионов именно тогда. Следующая волна переселенцев была сентябрь-ноябрь. 21% опрошенных выехали в то время. Март-май 2015 года – 10% и 5% уже в июне-июле текущего года. 61% переселенцев в Донецкой области и 39% переселенцев в Луганской области. И вот обратите внимание на эту цифру. 52% внутренне перемещенных лиц не смогли адаптироваться к новой среде обитания. И на первом месте среди причин, по которым переселенцы не смогли адаптироваться, это социально-бытовые 50% и финансовые причины 37%. Далее, уже в ходе дальнейших показателей, вы видите, что львиная доля – 87% приходится на социально-бытовые и финансовые причины. Мы проанализировали, возвращались ли внутренне перемещенные лица к себе домой. Вы видите, что большая часть из переселенцев и их знакомых возвращались на территорию, что, в общем-то, закономерно, потому что там осталось много, если не сказать все. С какими проблемами сталкиваются переселенцы? Ну, вот в различных регионах Украины вы видите, что самая острая проблема, с которой сталкиваются – это жилье. Это проблемы с оформлением статуса внутренне перемещенных лиц и проблемы с получением социальных выплат. Самый максимальный процент именно потребности в предоставлении жилья – 90% – это Харьковская область. Ну и меньшие проценты вы тоже можете увидеть – 66,4% – это у нас Львовская область. Статус переселенца. Вы видите, что 90% выехавших официально оформили справку переселенца, и 73% получают государственную помощь. По видам обращения в различные органы государственной власти максимально обращение зарегистрировано в Управлении труда и соцзащиты и миграционную службу. Это очень корреспондируется. Почему? Потому что, чтобы получить справку переселенца, это обращение в соцзащиту, и миграционная подтверждает это уже явка и переселенца в органы миграционной службы. Минимальное обращение в службу по делам детей и в фонды социальных страхований. И обратите внимание, пожалуйста, на уровень удовлетворенности обращением в различные органы государственной власти. Самую высокую оценку получила миграционная служба, достаточно высокую оценку получил пенсионный фонд, органы образования, служба по делам детей. И я прошу обратить внимание на службу занятости, где 70% респондентов не удовлетворены тем, какую помощь они получили от этой структуры. Но я думаю, все вы знаете, что на прошлой неделе состоялась такая проблемная ситуация, когда министр социальной политики запретил центрам занятости работать с организацией восстановления Донбасса в силу политических, не практических причин. Но тем не менее мы будем продолжать работать, потому что у нас есть хорошие наработки, есть позитивные результаты нашей деятельности именно в плане оформления и помощи в трудоустройстве. Статус переселенцев. Знаете, обратите, пожалуйста, внимание на первую цифру. 15% внутренне перемещенных лиц скрывают свой статус из опасения за себя или членов семьи, либо просто не считают об этом нужным говорить. И 27% приходится на тот город, в котором мы с вами сейчас находимся. Это город Киев. Далее идет Львовская область и наименьший процент зарегистрирован в Донецкой области. Вы скажете, это закономерно, нормально, что в Донецкой области скрывать, допустим, о статусе внутренне перемещенных лиц. Но в Луганской области этот процент значительно выше и составляет 16,8%. Почему приходится скрывать свой статус, вы можете увидеть во второй колонке. Ну, прежде всего, люди не считают нужным этим говорить. Это 57% и 20% все-таки опасаются за жизнь своих близких и себя. За какой помощью обращаются переселенцы в органы государственной власти? Ну, мне бы очень хотелось сделать акцент, что в основном обращения идут по поводу возобновления и оформления выплат. Это от 90% в Луганской области, 89% в Донецкой, 87% в Николаевской. Ну, здесь вы видите, в общем-то, и Киев, и Днепропетровская область. И только два региона, Харьков и Запорожье, это поиск жилья. Меньше проблем. Вторая колонка, вы можете тоже обратить внимание. Переквалификация, учеба в вузах, это менее волнующие внутренне перемещенных лиц проблемы. Как переселенцы оценивают помощь госструктур в регионах? Мы взяли школьную старую пятибальную систему и по пятибальной системе сделали оценку удовлетворенности обращения в различные структуры. Самый высокий уровень оценки работы Пенсионного фонда и органов образования отмечается в Донецкой области 4,7%. Ну, далее вы видите, в общем-то, оно идет несколько по убывающей. И опять-таки службы занятости города Киева оценены внутренне перемещенными лицами на 1,8 балла. То есть предметы для работы у Министерства соцполитики, у Государственной службы занятости, широкчайшее поле деятельности. И я думаю, что, коль мы идем в Европу, коль мы стремимся к евроинтеграции и говорим о гражданском обществе, то именно соединение общественных организаций, волонтерских организаций и государственных структур – это наше будущее. Отказываться от помощи по политическим убеждениям – не гоже. Обращение в негосударственные структуры. Мы проанализировали, а как обращались внутренне перемещенные лица в общественные организации и к волонтерам. 53% обращения к общественным организациям, 58% – к волонтерам. Уровень удовлетворенности достаточно высокий – 71% для общественных организаций и 75% волонтеров. В разрезе административно-территориальных единиц вы сможете увидеть это на следующем слайде. Здесь представлены и выводы, где наиболее удовлетворены внутренне перемещенные лица обращением к общественным организациям и как помогли волонтеры, насколько они помогли в разрезе также административно-территориальных единиц. Следующий раздел, который мы акцентируем на ваше внимание, – это переселенцы и местные жители, то есть жители тех громад, в которые должны интегрироваться внутренне перемещенные лица. Что радует, что порядка 90% местных жителей воспринимают внутренне перемещенных лиц позитивно или нейтрально, и более 50% готовы оказать помощь внутренне перемещенным лицам. Пожалуйста, вот на этом слайде вы можете увидеть ответы на два вопроса. То есть первый вопрос задавался жителям региона Украины, второй – как воспринимают жители Украины внутренне перемещенных лиц. Ну, как сталкиваются с переселенцами, в каком качестве, вы видите. А вот второй столбик я прошу, пожалуйста, обратите внимание. Люди попали в виду. Начало конфликта 75%, и за более чем год этот показатель снизился с 75% до 57%. Нужна помощь от 58% до 51%. Видят разницу ментальностей, образований, 4% – это динамика. И 4% считают, что внутренне перемещенные лица усложнили жизнь той или иной громады. Обратите внимание, пожалуйста, как и где местные жительные более активно помогают переселенцам. Мы взяли самые основные разделы – финансовые, расселение, сдача квартиры, помощь по трудоустройству, бесплатные консультации и оказание бытовой или финансовой помощи. И вот последняя колонка – оказание бытовой помощи. Вот здесь наиболее широко проявляется душа украинских жителей – высокий процент оказания помощи. Сложнее стоит с финансовой помощью, но и тем не менее. Лидер здесь является Львовская область. Предоставление жилья, сдача квартиры больше Донецкая и Луганская области. Ну и трудоустройство, помощь в трудоустройстве Киев и Днепропетровская область. Но не государственных структур, а жителей. То есть это несколько другая тема. Психологическое состояние. Обратите внимание, пожалуйста, что четверть переселенцев заявили о том, что испытывают потребность в психологической помощи. Каждый шестой считает, что такая помощь нужна его ребенку. 75% указали, что их отношения с тем, кто остался в зоне АТО, не претерпели изменения. Ухудшились отношения у 15%, улучшились лишь у 6%. Говоря о психологической помощи, я думаю, что после завершения военных действий самой востребованной профессией станет профессия психолога, психотерапевта и психиатра. И эта помощь будет нужна не только тем людям, которые вынуждены были мигрировать. Эта помощь будет нужна и бойцам, воинам АТО. Эта помощь будет нужна и многим тем, кто столкнулся с этой бедой. И вот посмотрите, три региона, Харьковская, Луганская и Киевская область, переселенцы в этих регионах требуют психотерапевтической коррекции. Возвращение. Естественно, все верят в мир. И, естественно, каждый нормальный человек хочет вернуться к себе домой. В ту среду, в которой он жил, где он творил, где остались его друзья, родные и близкие. Зачастую. И обратите внимание, что половина респондентов заявляет о том, что они готовы вернуться со временем в Донбасс. Половина готовы восстанавливать Донбасс, новый обновленный Донбасс. Но есть очень большой процент колеблющихся, потому что нет понимания, а что будет на этой территории. И это тоже предмет для обсуждений и для дальнейшей работы. Итак, подведя итоги тому социологическому исследованию, которое мы провели, я хочу сказать, что социально-бытовые причины – это те, наверное, основные причины, которые не дают адаптироваться внутренне перемещенным лицам в жизни в новой громаде. 15% опрошенных переселенцев из Донбасса скрывают свой статус по разным причинам. И больше всего угроза почему-то ощущается в столице, в городе Киеве. Естественно, проведя исследование, мы должны понимать, а зачем мы его проводили, и какое прикладное значение это социологическое исследование может иметь. Первое. Мы видим эту пользу для своей общественной организации, потому что мы будем коррегировать свою деятельность в дальнейшем и будем делать и смещать акценты в деятельности. Прежде всего на работу с международными организациями и прежде всего в вопросах трудоустройства. Это активизация работы с общественными организациями, волонтерскими структурами и, конечно же, развитие региональных представительств в тех регионах, где проблемы наиболее яркие и где большее скопление внутренне перемещенных лиц. Мы планируем все материалы, которые наработали, передать во все органы государственной власти для анализа и реагирования, принятия правильных управленческих решений. Эта презентация будет скомпонована по региональному принципу. И всем губернаторам, в том числе и военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой области, материалы будут переданы также для анализа и принятия правильных управленческих решений и правильного реагирования. Вот тот материал, который мы хотели вам сегодня представить. Вот те наработки, которые мы сделали. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Борисовна. Обращаю внимание, что к нам присоединился Руслан Олегович Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. А сейчас, согласно регламенту, я передаю слово Александру Козыреву, который непосредственно курировал это социологическое исследование в течение полутора месяцев. Пожалуйста, Александр Павлович, вам слово. Спасибо. Значит, прежде всего пару слов о технической информации. Значит, мы опросили тысячу внутренне перемещенных граждан в восьми регионах и тысячу человек местных жителей. Значит, переселенцев мы искали свободным поиском, по 125 человек в каждой области для того, чтобы была достаточная база для сравнения и анализа по областям местных жителей. Мы искали пропорционально населению области по квотным параметрам, которые репрезентируют пол, возраст, тип населенного пункта и регион. Таким образом, можно сказать, что данные результаты репрезентируют мнение населения указанных регионов. Это такой важный момент. Что лично меня в первую очередь поразило в результатах данного исследования? Первое – это теплота, отзывчивость вообще людей, наших людей, которые достаточно позитивно воспринимают людей, попавших в беду. Мы видим, что происходят некоторые негативные тенденции со временем. Это есть, это отмечается, с этим нужно работать. Но, тем не менее, 9 десятых жителей очень тепло и открыто относятся к людям, попавшим в беду. Это первый момент. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание – это низкая эффективность органов государственной власти и особенно органов трудоустройства. Почему это важно? Потому что трудоустройство – это не только проблема, которая просто сама по себе проблема. Это еще и проблема материального обеспечения людей, это и проблема психологического комфорта, уверенности в завтрашнем дне, как взрослых переселенцев, так и их детей, которые точно так же страдают от этого. И это вопрос также и интеграции людей в новых сложившихся условиях. Также Елена Борисовна не указала еще такую информацию, которая, на мой взгляд, также интересна. Например, 12% местных жителей указали, что они имеют опыт переселения под воздействием внешних факторов. Это тоже, скорее всего, влияет на их восприятие внутренне перемещенных граждан из Луганской и Донецкой областей. Таким образом, что хотелось бы сказать? Что нам нужно, наверное, акцентировать внимание и властей, и общественных организаций, и волонтеров на решении тех проблем, которые высветило данное исследование. Для того, чтобы наше общество стало еще более открытым, еще более свободным и комфортным для жизни наших граждан, независимо от региона проживания. Спасибо. Уважаемые участники, у нас есть еще один гость, который находится на удаленном доступе. Сейчас мы с ним выйдем на скайп-связь. Это основатель общественной инициативы восстановления Донбасса Александр Викторович Клименко. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Слышите ли вы нас? Видите ли? Я вас хорошо вижу. Меня хорошо видите? Слышите? Да, связь устойчивая. Пожалуйста, Александр Викторович, вам слово. Добрый день. Еще раз я хочу поприветствовать всех. И очень рад возможности прокомментировать прекрасные результаты совместной работы общественности в восстановлении Донбасса и ТНС. Уверен, этот рейтинг обязательно станет барометром качества работы органов власти и общества. По решению важных проблем внутренних перемещенных лиц в Украине. А по сути, барометром, именно барометром судит миллионов жителей Донбасса. Можно много и долго говорить о причинах войны на Донбассе. О том, кто виноват, кто прав. Но до тех пор, пока мы будем смотреть в прошлое, у нас с вами не будет будущего. Я же предлагаю говорить о том, как реинтегрировать Донбасс в Украину, как восстановить регион, как заново скреть разбитые судьбы миллионов человек, которые стали, к сожалению, заложниками большой геополитической игры, жителей Донбасса и тех наших сограждан, которые получили статус пременного переселенца. Я предлагаю говорить о вопросах и проблемах переселенцев, а не замалчивать их, как, к сожалению, происходит это сегодня. Мы можем задать себе вопрос, почему? И ответ очевиден. Потому что это проблема ни одного региона и даже ни одного города Украины. Это проблема всей страны. Сегодня каждый второй украинец на работе, в деловых отношениях, или в доступном окружении сталкиваться с людьми, вынужденными за прошлый год. И этот год покинуть свой родной дом. Свой родной регион. Кто они? Какие у них вопросы? Какие потребности? Разве это сегодня кому-то интересно? Государство Украины, судьбы граждан своей страны точно неинтересны. Вместе с другими людьми, друг друга объединяются, волонтеры протягивают помощь, руку за его помощь. Волонтеры, общественные организации становятся основным источником помощи переселенцев. К ним, согласно проведенному опросу, за помощью обратилась более половины респондентов. Сохраняются простые человеческие отношения. Три четвертых опрошенных говорят, что отношения с теми, кто остался в зоне АТО, не изменились. Семьи становятся дружнее. Переселенцы чувствуют помощь и поддержку от местных жителей и от земляков. И вот это замечательно. Но самое главное, чего не хватает всем переселенцам, так и всем гражданам нашей страны. Это не хватает уверенности в завтрашнем депутатии. Люди не знают, смогут ли вернуться домой. Люди сталкиваются с облопотреблениями. На уровне органов социальных счетов, органов здравоохранения. Они не могут так аккортиптироваться. Над ними давлеют социально-бытовые и финансовые. Это 14 метров. Через 300 пациентов отмечают, что не смогли допустиваться на новом месте. А у доброй половины опрошенных, вдумайтесь, доход составляет чуть более 1000 милля на человек. И большая часть переселенцев всеми с детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома, чтобы сохранить жизнь. Сегодня дети переселенцев сталкиваются со сложностями адаптации, с детскими страхами, а значит с историческими проблемами в будущем. Кого сегодня это заботит? Самих же родителей и максимум учительницей из школы. Где государственная программа адаптации? Или мы меряем двумя годами работ, а после нас хоть потом? Да, государство везде здесь. И все, что нам остается, это наша с вами припаковка. А еще и активная позиция и желание восстановить регион. Ведь если опять-таки читать исследования, более половины переселенцев готовы вернуться в Донбасс. И сегодня в докладах я это слышал. А значительная часть из них готовы участвовать в восстановление региона. Это большая работа. Ее нужно будет системно реализовать. САРС США, это левая трудность. И даже, я не сомневаюсь, нам придется ломать государственную машину. Нас это не осталось. Мы должны понять, что руку помощи нам никто не протягивает. Мы остались один на один со своим проблемами. И мы, украинцы, сами не запоминались за свою страну. Патриотизм это не в войне. Патриотизм в ежедневной работе. Во благо мира восстановления нашего региона. Хочу вас благодарны всем волонтерам и просто небезразличным людям, присоединившимся к нам. Сегодня у нас уже более 60 тысяч. И вместе мы сможем больше. Спасибо. Спасибо, Александр Викторович. Я вижу, что у журналистов в зале есть вопросы. Если есть такая возможность, ответим им, пожалуйста. 17 канал, прошу вас. Добрый день, Александр Викторович. Вы в последнее время очень часто появляетесь в информационном поле. Заявляете, что вернетесь в Украину. Скажите, есть ли у вас уверенность в том, что по приезду сюда вас не арестуют? Ведь в СБУ вы в розыске до сих пор, да и генпрокуратура вас заочно, но арестовала. Спасибо за вопрос. Прежде чем ответить на вопрос, я хочу сказать, что на первом УСКС информации накопилось достаточно много вопросов ко мне. И вы знаете, что мой принцип, всегда есть открытый диалог. Такой открытый диалог я проведу в понедельник, 21 числа. И дам пресс-конференцию, отвечу на все интересующиеся вопросы. И моя пресс-служба свяжется. У журналисты будут связаться с моей пресс-службой для того, чтобы поучаствовать в этом достаточно масштабном мероприятии, которое я проведу в понедельник. Что касается вопроса, который вы мне задали, я однозначно вернусь на Украину. Я понимаю, что все, что сегодня происходит вокруг меня, можно сказать, КСБУ, прокуратура, суды, это три момента политического подавления, чтобы я не вернулся на Украину. Но им это не удается. Знаете, то, что она очищает, и пройдя через вот это горнило, вот той грязи, вот той ложи, я могу сегодня и раньше, и сегодня тем более имею право говорить и рассказывать, что я вижу на свое действие по Украине. Все, что вокруг меня, поверьте, со временем уйдет, потому что нет там ни капли слова права. Я вернусь на Украину. Но не сегодня, находясь в Украине, я делаю все для того, чтобы и Донбасс, и Украина имели альтернативную позицию. Я ее высказываю, я ее говорю, и я рад, что меня слышите. И сегодня я вижу тот информационный интерес поинтересованник, он дает мне уверенность в том, что я нужен Украине. Вы знаете, я с годом общался, меня пытались суть в том, что я не чувствую Украину, не понимаю, правда ли я. К счастью, проблему Украины я понимаю лучше, чем некоторые политики, которые находятся в Украине. И сегодня, говоря о тех планах, говоря о своих идеях, я получаю, что если у меня абсолютную поддержку, то поддержку большинство точно. Поэтому мой путь на Украину, он однозначно. И он будет. А все, что происходит, я принимаю и понимаю, что сегодня это важно пройти. И вместе с волонтерами, вместе с людьми, которые моя в принципе с интересом, я это всегда говорю. Давайте оставим тут соток примерка. Плохой или хороший покажет верь. Я лежал в одном пословице из-за короблока. О дерево, которое не плотоносит, палками любит. Ну, клименты оставим сторонниками. Поговорим о тех инициативах и о тех идеях, о которых мы говорим. Они сегодня дают Украине шанс на развитие. Они сегодня могут быть реализованы. И это хорошо для нашей страны или плохо? Вот это точка дела, которая должна быть. Спасибо. Спасибо большое, Александр Викторович. Напоминаю, коллеги, что вопросы вы сможете задать в расширенном формате в понедельник на большой пресс-конференции, куда мы вас обязательно пригласим. Спасибо большое. А дальше действуем по регламенту. Всего хорошего. Хорошая работа. Спасибо. До свидания. И, коллеги, я передаю слово Руслану Олеговичу Бортнику, руководителю Украинского института анализа и менеджмента политики. Спасибо. Конечно, мне уже достаточно сложно говорить, потому что коллеги сказали самые важные вещи. Но я хочу сказать, что все же это исследование, оно очень важно, и оно для меня даже каким-то образом вдохновляющее, это исследование и его результаты. Оно продемонстрировало две важнейшие ключевые вещи. Первая вещь, что на самом деле потенциал реинтеграции Донбасса в Украину, политическое, административное и экономическое, он крайне высок. И главным инструментом фактически сегодня остались вот эти переселенцы. Вот того, как они себя чувствуют в Украине, а чувствуют они себя преимущественно хорошо и позитивно, на самом деле будет зависеть весь успех процесса политической реинтеграции этого региона в состав Украины. Мы видим, что понесут с собой переселенцы с Киева, из Львова, с Запорожья, из других городов, возвращаясь домой, а большинство из них планирует вернуться домой, как мы видим. Это станет залогом успешной реинтеграции всего региона в состав Украины. Это первый аспект, и он очень важный. И очень важно, что мы усумели сегодня замерить температуру этого вопроса, чтобы зафиксировать ее даже для истории. И второй аспект очень важный, что за этот год-полтора, когда переселенцы вынуждены были покинуть свои дома и приехать в большую Украину, они почувствовали о себе глубокую заботу со стороны волонтеров и просто рядовых украинцев, которые приняли преимущественно их в основной своей массе, как своих. Не возникло какого-либо серьезного ксенофобского движения, оказались мифом все разговоры о разделе нашей страны на многие разные сорта, на противостояние Донбасса и Галичины. Все это не сработало, все это политические разговоры оказались по большому счету. И тех людей, которые вернулись, приехали в Украину, их очень хорошо восприняли, приняли как своих. Но в то же время надо понимать, что вот эта функция волонтера и функция общественной организации, она закончена. Сегодня должно вступать в свою роль и выполнять свои функции государство. Именно государство сегодня должно обеспечивать надлежащий социально-экономический уровень жизни, существования, а часто выживания этих людей. Именно государство должно сейчас заняться восстановлением государственной системы, правовой системы, экономических связей Украины с этим регионом. В любом случае, еще раз хочу сказать, что это исследование вдохновляет. Я очень надеюсь, что инициатива восстановления Донбасса продолжит свою работу в этом направлении и будет выставлять вот такие маркеры, дороговказы на украинском языке для реинтеграции всего этого региона в состав Украины. Спасибо. Спасибо большое. Теперь у нас есть возможность ответить на вопросы. В зале работает микрофон, так что поднимаем руку и к вам подойдут. Пожалуйста. Любомира Ковалева, рядовый курьер. К тому, кто сможет ответить. Вот смотрите, главный редактор мне недавно дал задание найти переселенцев, которые переехали в сельскую местность, там живут, может быть нашли работу, как-то устроились, может быть даже есть какие-то достижения. Искали, ну вот не нашли. Или даже в других областях мы с обкором давали задание, да, они пытались найти тех же людей, которые живут в селе. В Сумской области вчера наш флоскор поехал, может быть это единичный случай, но факт остается фактом, и поверьте, я не придумаю. А вы что, ничего не привезли? А вы журналисты, просто поговорить. Не-не-не, ребята, до свидания. Вопрос в чем? Можете ли вы сказать, ну есть ли хоть какой-то процент переселенцев, которые переехали именно в сельскую местность, там как-то зацепились, живут, работают, почему не хотят и захотят ли? Спасибо. Первое, ну чтобы была четкая подсказка, а где больше живут переселенцы, вам следовало было обратиться в две структуры. Первая, это управление труда или департаменты труда и соцзащиты, которые регистрируют всех, и миграционная служба, которая наблюдает миграционные потоки. Вот эти две структуры вам дали бы информацию по поводу того, где больше живет переселенцы и переехали в сельскую местность. Я могу сказать и по Луганской, и по Донецкой области, это абсолютно точно, потому что, ну так уж получилось, что волонтерский состав общественной инициативы восстановления Донбасса, это в большей части выходцы из Донецкой, из Луганской области. И ситуацию у себя в регионах мы знаем, естественно, лучше, но то, что мы не знаем, мы пытаемся компенсировать, и вот это первое исследование, мы хотим знать, что происходит в других регионах. Так вот, Донецкой и Луганской области в сельской местности переехало достаточно много людей. Что касается процентного отношения, я сейчас не смогу вам сказать, но я постараюсь это подготовить, и мы дадим вам информацию по Донецкой и по Луганской области. А теперь давайте возьмем, в общем-то, статистику по Донецкой области. Вот Донецкая область, 4,3 миллиона населения, которое проживало до войны. Из них 90,9% это население городов, и только 9,1% это жители сельской местности. Люди, которые проживали вот в регионе, я говорю о Донецкой области, естественно, это больше городские жители. И куда они стремятся? Естественно, почему вот этот конгломерат, Харьковская, Запорожская, Луганская, прошу прощения, Днепропетровская, это соседи. Каждый мечтает вернуться домой. Поэтому он интегрируется ближе, чтобы ближе добраться. Это первый момент. Второй момент. Если человек прожил всю жизнь в городе, легко ли адаптироваться городскому жителю к сельским условиям проживания? Очень нелегко. Поэтому нужно учитывать этот момент. Что касается потребительства. Вы не задали прямой вопрос, но я его прекрасно понимаю. Человек такое существо. Это потребительство, это во всех нас. Это глубоко. Вот там вот оно. И когда с одной стороны возникает ситуация, и ему предлагают помощь, и он ее берет, а потом уже, естественно, возникает. А почему не дает? Ну, тут нет географии. Донбасс, Лето, Львовщина, Тернопольщина. Это не играет роли. Это суть человека. Дай, и я не откажусь. Дай, и я возьму. Поэтому... Конечно. Люди среди внутренне перемещенных лиц разные. Скажите, они разные ли они в разных регионах Украины? Всюду были преступники, всюду были непорядочные люди, и они остаются, и Донбасс не исключение. Поэтому относиться можно по-разному, но тем не менее, всего, чего мы все боимся. Вот каждый из нас еще боится. Прежде всего, того, чтобы не нарушилась целостность Украины, чтобы война не пришла в его дом, или в его город, или в регион. Вот проверка Украины на целостность, это реинтеграция Донбасса в Украину. Оторгнется Донбасс в полном понимании, и подконтрольно, и не подконтрольно. Не будет Украины. Ну, не будет Украины. Потом захочет слабожанщина, потом захочет галчина. Каждый найдет себе какую-то нишу. Поэтому мы должны четко понимать, что политика должна быть направлена на реинтеграцию целого Донбасса. Подконтрольного и не подконтрольного. Только тогда Украина будет вот такой, как она есть. Знаете, мы вчера подведили итоги конкурса, который объявили еще в канун 9 мая. Это конкурс с рисунком «Мир и война глазами детей Донбасса». Луганская и Донецкая область, подконтрольная и не подконтрольная, и переселенцы. Три посыла, которые есть в рисунках детей. Это жажда мира, жажда возвращения тех, кто выехал, и целостность Украины. Целостность. Я вот рекомендую, войдите, выставка эта проходит в Соломенском дворце творчества школьников. Эта выставка показывает, насколько дети видят единую Украину. Мальчик, стоящий перед картой Украины, я вчера в интервью говорила об этом, стоящий перед картой Украины, символика, герб и флаг Украины, мальчик в молитве сложил руки. Боже, сбережи Украину. Это мальчик из города Снежного, который сейчас находится на неподконтрольной территории. Так о чем мы говорим? Спасибо большое, Ирина Борисовна. Извините за эмоции, но болит. Коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста. Спасибо за интересную презентацию. Я Бузаров, Андрей, у меня один вопрос, Елена, к вам, и второй вопрос политического содержания к Руслану Бортнику. Я как адвокат часто сталкиваюсь с проблемами переселенцев, и в вашем индексе, в вашем показателе много говорилось про статус бежен. Очень много проблем с получением этого статуса, потому что на практике это не просто статус. Для того, чтобы оформить сделку о продаже квартиры в Донецке, находясь в Киеве, нужен статус переселенца. Для того, чтобы оформить машину в МРЭО, нужен статус переселенца. Поменять номера А на АА или на АИ, нужен статус переселенца. Для того, чтобы открыть бизнес налоговый, нужен статус переселенца. Очень часто много проблем с получением вот этой справки. где-то кто-то требует дополнительные документы, либо не разрешено бездоверенности оформлять. Очень много аспектов. А реестр доверенности на неподконтрольной территории закрыт, и поэтому люди не могут вывести... Вот два родителя, если один вывозит ребенка, то бездоверенности второго он не имеет права пересечь линию соприкосновения, а реестры закрыты, и доверенность получить нельзя. Сейчас многие нотариусы приезжают с подконтрольной территории, которые, как говорят, втихаря делают на территории. Ну вот это вот расскажите еще, все, что происходит. Но об этом не то, естественно, не говорит. У меня вопрос по этому. Как в части облегчения получения статуса вы видите, что государство должно сделать для того, чтобы получить более простой доступ? И второй по поводу политических. Как политолог уже задам вопрос Руслану Бортнику. Руслан, 2 октября будет встреча в Париже, встреча в Верхах. Опять будут собираться главы нормандского так называемого формата. Будут говорить, естественно, о Донбассе. Я думаю о других вопросах. Перспективы урегулирования. То, что вы сейчас говорите, то, что вы все говорили, это связано с реинтеграцией Донбасса при условии урегулирования кризиса. Как вы видите ближайший шаг? И на что может пойти президент России? Или какой концентрус может быть достигнут в части проведения, может быть, выборов 18 октября или какой-то другой день? Спасибо. Давайте я начну с той темы, которая, в общем-то, отвечает сегодня заявленной повестке дня и тому социологическому исследованию. Вы знаете, я хочу, вот и мое мнение, что массы бы проблем не было и с оформлением доверенности, и переоформлением наследства, и регистрацией детей, которые родились на неподконтрольной территории, и регистрацией случаев смерти, которые происходят на неподконтрольной территории. Если бы просто у нас не забывали, что Донбасс – это составляющая Украины, что на сегодняшний день жители Донбасса, оставшиеся на неподконтрольной территории, это тоже жители Украины. И они имеют те же права, которые имеют все жители Украины. Вот если бы этого, это не ставилось, политика не перевешивала, в общем-то, это прежде всего соблюдение закона, Конституции Украины. Я думаю, что бы все было бы нормально. Здесь нужно просто понять, что целостность Украины – это реинтеграция Донбасса. И вот в ходе этого и, соответственно, проведение всех запретных акций, отключение реестра, разрешение по справке из роддома лечебного учреждения, находящегося на территории неподконтрольной, не давать свидетельства о рождении украинского образца. Мы не знаем на сегодняшний день достоверно, а сколько детей родилось на неподконтрольной территории. Нет таких данных. Есть косвенные данные, есть какие-то там такие обрывочные. Но четко понимать, сколько родилось детей – это при условии, когда мы после завершения войны столкнемся с катастрофической демографической ситуацией. Демографический кризис пронижит наше общество. Десятки тысяч людей, это только по официальной статистике, сегодня погибли или пропали без вести. Сколько их погибло и пропало, трудно сказать еще на сегодняшний день. Молодые ребята, лучшие ребята страны пали на поле боя. И вот этот демографический коллапс приведет к тому, что было после военной, после Второй мировой войны годы. Вот это нужно тоже понимать. Поэтому за каждого ребенка, рожденного и на подконтрольной территории, нужно бороться. Его нужно регистрировать и понимать, что этот человек – это гражданин Украины. Андрей, я не хочу входить в политику в рамках этой пресс-конференции. Единственное, что я хочу сказать, я готов ответить на эти вопросы после завершения этой пресс-конференции. Но единственное, что я хочу сказать, что все-таки Минские соглашения позволили достигнуть на сегодня мира. Минские соглашения закреплены резолюцией Совбеза ООН. И все равно Минский процесс на сегодня без альтернативы. Он может длиться много лет, это к этому надо быть готовым. Но надо понимать, что уже с этого Минского поезда мы никуда не сойдем. И так подсказать еще. Знаете, что меня просто пронзило в результатах этого исследования? Я думаю, что уровень недоверия украинцев к переселенцам крайне низок. Но вот уровень недоверия политиков почему-то украинских к переселенцам крайне высокий. Поэтому их лишили избирательных прав, поэтому им не создаются нормальные социально-экономические условия и административные осложнения. И я думаю, что этот уровень доверия украинцев, который очень высок к переселенцам, он рано или поздно окажет влияние и давление и на политиков. И политики все-таки будут вынуждены относиться к переселенцам как к обыкновенным гражданам Украины, полносправным гражданам Украины, которые владеют всем комплексом права и обязанностей. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Пожалуйста, еще вопросы. Иванова Елена, социальный психолог, кандидат психологических наук. Понятно, что уже речь ведется о вопрос, касается, что, наверное, кроме вот этого экономического и социального пространства, и проблемы реинтеграции или интеграции, восстановления, я говорю, восстановления целостности Украины. Есть еще такая мина замедленного действия или скрытая проблема. Она просто пока не вышла на поверхность, но очень выйдет. И вы, Елена, об этом сказали. Это проблема психологической травмы, которая даже в результатах социологического исследования просачивается. Понятие желательных ответов. То есть 75% жителей Украины, которые поддерживают и считают, что к людям пришла беда в прошлом году, и 57%, которые уже устали от этой проблемы и готовы свалить вину на события, которые происходят в Украине, экономический кризис, близость дефолта, социальные проблемы, проблемы безработицы, они косвенно переносят на проблему Донбасса его жителей. И автоматически в цифрах, которые говорят, что 52% готовы восстанавливать Донбасс. Понимаете? То есть человек, который жил в стабильности, после этого он говорит, я готов вернуться назад и поднять из руин как бы мое место. Показатели родной город, восстановление крова, родного крова, и это самая большая потребность, она, кстати, и в финансовых проблемах, почему не переехал, финансовая проблема, она тоже завуалирована. Можно эти 36% смело как бы относить к психологической травме, которая просто не расшифровывается и не хочет пониматься. И вот когда журналисты говорили о том, что… Почему журналисты? Ты что-нибудь мне привез? Тоже признак того, а что ты ко мне пришел ковырять мою большую рану, которую я не хочу видеть, я хочу на нее закрыть глаза, дай мне прижиться, дай мне адаптироваться. Безусловно, наверное, назрела проблема о создании как бы единой системы психологической реабилитации людей, жителей Донбасса и, может быть, тех, которые находятся рядом и травмированы. Есть ли такая как бы перспектива? Вопрос с министром здравоохранения, к этой теме вернуться, потому что на сегодняшний день, ну, нет министерства здравоохранения, к сожалению, структура разрушена, система разрушена. Это, еще раз говорю, я сделала рекламу вашей специальности, но это действительно, это грустная реклама, но психологи, психотерапевты и сеть пунктов, сеть учреждений по оказанию помощи, медико-социальных, медико-психологических центров. Это, наверное, та перспектива, которая ожидает всех нас. Да, потому что это мина замедленного действия. Это агрессия, да, агрессия неуправляемая. Это аутоагрессия, это протестное настроение. То есть, когда человеку нечего терять, он способен на все. Автоматически в это вовлекается вся система государства. И у нас развал Украины уже произошел. Это не вопрос, я так понимаю, это ваши комментарии и ваша поддержка того, что за психотерапией будет, в общем-то, будущее. Да, может быть, как бы отдельный, как бы дополнительный проект в направлении, может быть, волонтерской или отдельной службы. Пожалуйста, оставляйте координаты, будем с вами с удовольствием работать. Мы в центре консультативной помощи, который, вот я говорила, мы открыли, мы начали консультации психотерапевтов и психологов, детских, взрослых. И я хочу сказать, что этот вид помощи востребован, индивидуальные консультации, психологические тренинги, дети, семьи, дети подросткового возраста, дети маленькие. Кажется, что ну что там маленький ребенок, как там на него скажется? Нет, сказывается, к сожалению, психика очень ранима, очень болезненная, дети среднего возраста. Тема детства – это отдельная тема, и у нас остался вот такой козырь в рукаве. Это часть исследования, которое было проведено в ТНС относительно детей. Мы вынесем это в отдельную тему, потому что тема детства, она очень болезненная, очень актуальная, но это наше будущее. Спасибо большое. Я вижу, что у рядового курьера есть дополнение. Вопросы еще, если можно. Хотелось бы знать, вот в исследовании говорится о том, что более 50% готовы и собираются вернуться. В таком случае хотелось бы знать, ну мнение всех в принципе, о том, должны ли эти вымышленные переселенцы иметь право голосовать сейчас там, где они живут, если они собираются в ближайшем будущем, более 50% вернуться домой. Скажите, пожалуйста, вот где живут сейчас переселенцы? Ну вот мы, вот допустим, волонтеры, общественные инициативы. Я говорю о себе. Я временно переехала в город Киев. Я сделала выбор еще в июле прошлого года. У меня чисто проукраинская позиция. И я за единую Украину и Донбасс в составе Украины. Я выехала в Киев, я здесь работаю, я здесь проживаю. Скажите, пожалуйста, почему я не могу голосовать здесь, если я уже интегрировалась, если я здесь уже хочу сделать лучше мир, лучше жизнь, чем это есть? Почему я не имею права голосовать? Вот объясните мне, пожалуйста. Нет, это ответ на этот вопрос. Если я зарегистрирована в органах труда и соцзащиты, если я зарегистрирована в миграционной службе, я не легал, извините, я официально зарегистрированное лицо, почему я, получив статус внутренне перемещенного лица, не могу проголосовать и отдать свой голос за будущее города Киева, Киевской области за будущее Украины. Ну хорошо, вы не будете уезжать в ближайшее время, но большинство от нас собирается. Пора, скажите, разве стоял срок в исследованиях, а когда они собираются? А давайте с вами поговорим, а когда смогут люди вернуться в Донбасс? Вот. Первое. Прекращение военных действий. Второе. Определение статуса региона. Третье. Демилитаризация региона и так далее, тому подобное. То есть никто не повезет своего ребенка в регион, где есть бандитизм, где есть взрывы, где есть смерти, где люди по несколько месяцев живут в подвалах и так далее, тому подобное. Поэтому я живу сегодня здесь, я работаю здесь, я хочу целостности Украины. Почему меня лишают моего законного права? Тогда вносите, пожалуйста, уважаемые господа политики, изменения в Конституцию, основной закон нашего государства. Но это не сделано, я гражданин Украины. А если я гражданин Украины, я имею право. Я не говорю о себе в данном случае. Извините, я просто переношу это на внутренне перемещенных лиц. Каждый человек имеет право. Вы знаете, я, в том числе и внутренне переселенные, я не думаю, что все внутренне перемещенные лица настолько настаивают на своих конституционных правах. Но есть часть активного общества, и они хотят отдать свой голос. Почему мы им лишаем этой возможности? Почему мы лишаем возможности многого другого тех, кто, вот я имею внутренне перемещенных лиц, то, что они имеют право по Конституции Украины? Это неправильно. Менять надо тогда Конституцию Украины. И говорить, Донбасс – это не Украина. Переселенцы – это не украинцы. Вот когда это будет сказано, вот тогда никто не будет настаивать. Ну, это мое мнение, но я думаю, что это мнение. А вот это ориентировочно, как Вы думаете, когда снова? Вы это их не спрашивали, но по Вашему мнению, вот неделях, а как Вы видите это? Я сказала условия. Я вижу 11 шагов к восстановлению Донбасса. 11. А вот это не так, вот только тогда? Вот смотрите, я хочу сказать, что на сегодняшний день уже две недели на неподконтрольной территории затишье. Ну, мы получаем такие вот сведения о том, что там погибло два воина, там на растяжке мирные жители подорвались. Но в принципе активных боевых действий нет. Поток на линии соприкосновения в сторону неподконтрольной территории увеличился. Я никогда не думала. Я сейчас, может быть, вещь такую, которую, может быть, не надо говорить на камеру, но тем не менее, я никогда не думала, что очень так важно для любого человека, помимо города, где ты вырос, где ты родился, где твои друзья, так важно своя кровать, извините, и свой унитаз. Это очень важно. Поэтому это банально, это банально, но тем не менее это правда. Поэтому многие, очень многие, большая часть, возвратится. Я хотел бы добавить коротко, на самом деле. Что касается, прежде всего, почему. А кто формирует местные бюджеты? Эти люди платят налоги со своих зарплат, со своей экономической деятельности, со своих покупок, со всего, где они живут. Вот в Киеве живут переселенцы, они формируют бюджет Киева. По всем демократическим, логическим правилам они должны иметь право формировать лицо этой власти, которую они финансируют. То есть это даже не обсуждается. Тем более, что я уверен, что значительная часть переселенцев переехала навсегда. Необходимо понимать, сформируются новые социальные связи, разрываются старые, и эти люди уже всегда будут жить туда, когда они переехали. Когда будет возвращение происходить, я думаю, что если будет политический процесс, если будет политическая воля, можно завершить где-то за лет пять. На протяжении пяти лет можно завершить политический процесс реинтеграции Донбасса на основании Минских соглашений. Но как только будет достигнут стабильный мир, хотя бы на месяц, два, три, люди начнут уже возвращаться интенсивно в Донбасс, и я думаю, что процентов 20, может быть даже больше, будет готово вернуться в Донбасс, только если там просто будет мир, даже не будет какого-то политического статуса. Все дальнейшее, конечно, зависит от социально-экономических и политических условий, которые будут созданы на этих территориях, но потенциально, как показывает наше же исследование, что большинство готово вернуться и хочет вернуться туда. Спасибо. Спасибо большое. Если вопросов больше нет, я предлагаю подвести итоги и передаю слово Елене Борисовне Петряеве для заключительного слова. Итоги понятны, да? Нужно ли было это социологическое исследование? Я считаю, что это инструмент. Это инструмент, которым при умелом использовании можно сделать правильные действия в отношении большого количества лиц, которые сегодня оказались не по своей воле вот в таких условиях. Действительно, мы имеем дело с большой геополитикой, можно оценивать по-разному события прошлого года, но я хочу сказать, что это инструмент для всех. Инструмент для органов государственной власти, для общественных организаций, инструмент для волонтеров, для местной власти, повернуться в сторону тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Я еще раз хочу поблагодарить наших партнеров. И на этом наше исследование, наша работа не закончится. Мы будем идти вперед и будем различными инструментами, различными мероприятиями говорить о том, что жители Донбасса достойны уважения, и они являются гражданами Украины. А коль они граждане Украины, то они должны пользоваться всеми правами жителей Украины без ограничений. Мы действительно сегодня много говорили. Я всех хочу поблагодарить за внимание. Извините за излишнюю эмоциональность. Ну, эмоции – это признак небезразличия. По крайней мере, я так считаю. А если человек небезразличен, значит, он хочет что-то изменить. Ну, а если мы изменим мир, страну к лучшему, я думаю, это то, что позволит нашим детям и нашим внукам жить в цивилизованном обществе. А мы живем ради будущего. Спасибо за внимание. Спасибо большое всем гостям. Спасибо за участие. И ждем вас на наших следующих мероприятиях. Спасибо. 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 Спасибо.